21 января компания Уфанэн совместно с управляющей компанией Северо-Восточный 1 решили вместе с жителями 19 микрорайона построить большую ледяную горку. Чтобы ее возвести, и взрослые дети вышли во двор с лопатами и активно помогали главным строителям. Мы ожидали, конечно, не столько народу, но пришло реально очень много народу. Они все заряженные, все участвуют в конкурсах, строят. Папы забирают у нас просто лопаты и сами строят эти горки. В общем, здорово, мы не ожидали такого. Дома на высотной отличает то, что здесь живет очень молодое население, очень много молодых семей с детками. И я думаю, что такое мероприятие, оно сплачивает и жителей. Зима вот-вот скоро, через месяц закончится, пусть дети порадуются, поэтому и вышли. Это для детей будет хорошо. Все-таки разнообразие, не просто вот ходить, а кататься. И укреплять мышцы будут они, здоровьем дышать. Камни очищать было самой трудной задачкой. Горка помогал строить? Ну да, там. Что делал? Ну там всякие дорожки, там весело, что такое, чай горячий. Понравилось, что горку построили? Да. Будешь кататься? Да. Настоящие хозяйки приняли участие в конкурсе домашней выпечки. Пироги, печенье, кексы с удовольствием попробовал любой желающий. По подсчетам голосов определилось два победителя, которые получили от компании «Фанет» подарочные сертификаты. За что проголосовали? За пирог с капустой. Вкусный был? Очень. Ну потому что мероприятие такое интересное, хотелось что-то приготовить, чтобы порадовать деток, мужей. Что у вас такие? Пирог с капустой, рыбой. Какой секретный рецепт? Конечно. Конечно. Специально для таких мероприятий. Чтобы не замерзнуть, для самых маленьких устроили веселые танцы и забавы, за которые каждый получил подарки. Елочки, 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 елочки. Екатерина Роженко, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова